с чего мы взяли что черные дыры существуют как найти черную дыру космос просто и вот так мы узнали о природе этих потрясающих космических объектов не давайте в этот раз без мемов подобные утверждения я достаточно часто встречаю у себя в комментариях вот человек уже говорят в комментариях что эта теория черная дыра эта теория это фантастика и человек не может сосредоточиться он не допускает возможности вероятности понимание ему не хватает во первых многие путают понятия гипотеза и теория и в быту используют гипотеза и теория гипотеза это версия огонь строение какого-нибудь воображаемого мира например и теория это в двух смыслах применяется давайте-ка сразу в определение заглянем что такое теория философская энциклопедия теория рассмотрение исследования исследования совокупность высказывания замкнутых относительно логического следования даже википедии чё там учения система идеи или принципов так тут уже притянули к науке учение системой идеи или принципов является совокупностью обобщенных положений образующих науку или ее раздел теория выступает как форма синтетического знания о границах которая и так далее википедии тут прям у нас проститутка впереди планеты всей наша википедия по своему мраковесию слабоумию обгоняет все остальные википедии тексты наши википедии отличаются от английских немецких и так далее дальше ушаков словарь учение являющиеся отражением действительности обобщения практики опаньки даже так уже отражением действительности ушакова где-то тут у нас был дать который про это все нормально говорил толковый словарь далее то есть удаль это постарше вот этих вот остальных балбесов до 1863 1866 год теория умозрение умозаключения вывод о чем-либо не появлению на деле а по выводам своим противоположное дело на деле опыт практика теория не всегда верна она ждет подтверждение опыта теоретически умозрительный умозаключительный теорик теоретик кто держится своих умозрений верит им стоит на них толковый словарь далее вот прямо сказано теория не всегда вид верна предположение которое должно быть доказано требую доказательства это теорема вот теорема от это однокоренное да и теория теорема это предположение которое должно быть доказано а теория тут тоже не всегда верна вот толковый словарь далее а дальше фанатики релятивизма меняли наше представление о теории да то есть фанатикам релятивизма выгодно чтоб теория была доказана что тут доказано теория имеет статус гипотезы не больше не меньше а им надо что теория это доказано если теория это доказано то тогда не называют относительности вот это вот билибердуинштейна теория и она вроде как доказано вот это максимум для чего это вся все это копошение осуществляется это максимум просто есть гипотеза есть теория которая совокупность гипотез если теорию доказывают по идее она должна переходить в разряд констатации ну да вот есть гипотеза есть факты вот теория это гипотеза факты это констатация дура может казаться что они доказали теорию и что она теперь является фактом но это вообще не факт вот дура ошиблась своих расчетах своих умопостроениях и говорю что моя теория теперь это констатация это факт и они даже этого не говорят они об этом не знают просто если по идее но кто-то условно доказал свою теорию то она должна переходить из разряда теории в принципе уже не называться теория они должны переходить в разряд фактов с того а то и прочее вот это то есть все еще теории то есть соответственно не я либо не доказаны либо они не называют они недоказуемо они в принципе не являются научным потому что они построены вне рамок научного метода а то что построено вне рамок научного метода то научным они считают что они доказали в этом дело чего тогда хотя бы название не сменит ну так раз прежде чем то что уже наврано в том что заложено фальсификация в теории относительно заложено фальсификации подмена предметов счета не считали пространство мерности пространство пусть добавили время это добавили предмет счета другой это фальсификация там многократно нарушена логика в этой теории это в то в чем нарушена логика то не является научным продуктом теория относительности не не является научной теорией. Теория о чёрных дырах, она построена на теории относительности, то есть существенно опирается на сфальсифицированную ненаучную теорию. То есть вот это вот сказки, вот как от драконов сказки, вот такой же статус. Это товарищи, которые это сочиняют, бегают с этим, они не учёные, они сказочники. После того, как в материалах допущены логические ошибки, учёные переходят из разряда учёных в разряд сказочников, литературы художественной, бредологии и так далее. Вот этим ребятишкам кажется, что теория чёрных дыр какая-то доказана. Ну, давай послушаем всё-таки его, чего он там бормочет. ...взаимозаменяемо, хотя в науке это два разных понятия, но вообще это тема для отдельного разговора. В истории науки... Вот, он просто два разных понятия, это тема для отдельного разговора. Короче, мальчишка не понимает, но он верует тому, что ему рассказал Макар в своих лекциях. Это вот этот псевдофизик из Оренбургского университета по фамилии Макаров. Он популяризирует, популяризирует вот эти вот все бредоносные тенденции, нарративчики. В истории науки много раз было так, что существование какого-то объекта или явления сначала предсказывалось, а уже потом подтверждалось наблюдениями. В научном сообществе в существовании чёрных дыр на сегодняшний день практически никто не сомневается, но на это потребуется. Вот, сомневаются бабуины или сомневаются млекопитающие другие там люди, или не сомневаются, это биологический фактор. Веруют, не веруют, вы верующие. Вот ты говоришь, что мы фанатики, просто мы веруем в это, и всё. Мы не сомневаемся. Вы не разбираетесь, в чём вы не сомневаетесь. Но на это потребовались десятки лет исследований. Много лет, не сомневаются. Веруйте вместе с нами в чёрные дыры. Секта, верующих в чёрные дыры. Вот фактология такая. В этом году мы увидели первое в истории изображение чёрной дыры. Изображение, художественный образ, полученный в результате моделирования компьютерного. Сейчас он расскажет. Расскажет? Для этого потребовались прорывные научные и инженерные решения, усилия двухсот учёных со всего мира, несколько обсерваторий. О подробностях я уже рассказывал. Обсервались все ваши обсерватории, пытаясь увидеть чёрную дыру. Подобное изображение чёрной дыры в центре нашей галактики пока ещё не было опубликовано. Однако в том, что она существует, практически никто не сомневается. Вот опять, сомневаются, не сомневаются. Ну, бредятина. Например, более 20 лет наблюдений за орбитами звёзд в центре галактики говорят о том, что звёзды движутся вокруг невидимого непосредственно объекта. Враньё. Не говорят они о том, что они движутся вокруг невидимого объекта. Они движутся по траектории. Элементарную небесную механику изучите. Два тела могут обращаться вокруг общего центра масс. Центр масс – невидимый объект. Он не состоит из другой массы. Общий центр масс у объектов может быть. Но не надо туда вбивать обязательно камень какой-то. Он не без этого камня могут обращаться. То есть ты врёшь сейчас. Ты некомпетентное чудо. Ты бормочешь чепуху. Спрячься, пожалуйста, в космос. Просто не обманывай людей своим бредом. И подобно тому, как мы в недавнем выпуске считали массу Юпитера, с помощью орбитальных параметров этих звёзд можно... Дуры с калькулятором остаются дурами с калькулятором. Чё бы они там не считали. Если вам мерещится чёрная дыра, потому что она многим мерещится, значит, вы просто зомбированные чуды. Можно рассчитать массу центрального объекта. И она превышает 4 миллиона солнечных. Другие наблюдения позволяют наложить ограничения на размер объекта. Ну и по современным представлениям, в таком компактном пространстве обладать такой огромной массой может только чёрная дыра. Некорректный расчёт. Вам объяснили саму тему, вы её не понимаете. Вы веруете в фотошопы. Всё. Группа верующих в фотошопы. По современным представлениям, в таком компактном пространстве обладать такой огромной массой может только чёрная дыра. Сверхмассивная чёрная дыра. Ну, по порядку, во-первых, факт наличия там чего-то, это только ваши галлюцинации. Обращаться может без тела внутри. Вот это вот вся совокупность остальных объектов, да? Дальше, только черная дыра может обладать такой массой. Черная дыра – технически невозможный объект. Черная дыра не может существовать в пространстве. Черная дыра от черной звезды отличается тем, что это не только массивный объект, но и массивный объект, на котором искривляется пространство-время. Вот это вот существенная подробность. Искривляется пространство-время. Вот время и пространство искривляться не могут. Время может замедляться, а у пространства нет свойства искривляться. То есть дуры не смогли сосредоточиться, придумали волшебное свойство, не присущее физическим объектам нашей Вселенной и набормотали. Другие безграмотные дуры пропустили это в печать, в публичную. И третьи безграмотные дуры, не разобравшись в основаниях, поверили в это. Вы представитель третьей группы, вы доверчивое существо, которое верует в то, чего быть не может, и продолжает тиражировать недостоверную информацию. Все вместе вы делаете большое гнусное дело, вы обманываете широкие массы населения, тиражируя заграничную бредятину. Вот заграничная ненаучная бредятина не может выдаваться за научный продукт. Да как бы дракончиков розовых и русалочек рекламировали, выдавая это за научные биологические знания. Вас бы посчитали мошенником. То же самое происходит, когда вы выдаете недостоверные космические знания, фальсификации. Вы даете за научный продукт. Вы же не говорите, что это бред художественная литература. Вы говорите, что это научная информация, что какие-то там ученые уверены. Уверены не ученые, уверены некомпетентная группа шарлатанов, временно засевшая в каких-то зарубежных там институтах. В наших же институтах популяризируют засланцы, зарубежные засланцы. Вот Попов это зарубежный засланец, популяризирующий. Популяризирующие данные бредовой теории на нашей территории. Это только черная дыра. Сверхмассивная черная дыра. Ее радиус Швардшильда около 11 миллионов километров. Но как насчет черных дыр звездной массы? Ведь это объекты совсем другого масштаба. При массах от нескольких до нескольких десятков солнечных, радиус на котором... Так, ролик назывался, с чего мы взяли, что черные дыры существуют. Мы уверены, судя по ролику, да, ты говоришь только потому, что все верят, что они есть. То есть, если толпа балбесов верит, что черные дыры существуют, значит они есть. Так что ли? Ролик называется, с чего мы взяли, что черные дыры существуют. Рассказывай, с чего вы взяли. Или ты тоже просто врунишка. В солнечных, радиус на котором находится горизонт событий этих черных дыр, всего десятки километров. Как обнаружить такой компактный объект? Как найти черную дыру звездной массы? Многие наверняка слышали, в том числе и от меня, следующую краткую формулировку. Дескать, мы наблюдаем не непосредственно саму черную дыру, а излучение от аккреционного диска. Но откуда мы знаем, что это именно черная дыра, а, скажем, не нейтронная звезда или что-то еще? Ведь то, что вы видите сейчас, как любят говорить некоторые комментаторы, это просто мультики. Какие наблюдательные данные есть в пользу существования черных дыр звездной массы? Об этом сегодня и поговорим. И это рубрика «Откуда мы знаем?» Слышите, пахнет. Эта черная дыра пахнет, да? Все. Какие объективные данные? Видите, что ничего не видно? Эта черную дыру не видно, значит, она есть. Слышите, как не слышно? Эта черную дыру не слышно, значит, она есть. С чего вы взяли, что черная дыра существует? Причина-следственную связь прямую, не косвенную, хоть одну прямую причина-следственную связь. Ее нет, ее не может быть чисто технически. Если объект технически невозможен, то что бы вы ни старались, как бы вы ни бредили, его нет уже. Плюс тысяча фотошопов его не прибавится, плюс тысяча анимаций не прибавится этого объекта, если он технически невозможен. В природе этого объекта больше не станет. 48 миллионов млекопитающих поверуют в этот объект. В природе его не добавятся. Это элементарные какие-то знания, которые, собственно, доступны людям, у которых есть мозг. Итак, вопрос. Когда была впервые опубликована идея об объекте со свойствами черной дыры? 1784? 1920? Нахрена нам твои вопросы? Рассказывай дальше. Наверняка вы уже тысячу раз слышали эту формулировку, что черная дыра – это такой объект с настолько сильной гравитацией, что даже свет не может ее покинуть. Но можно наглядно расшифровать это утверждение. Давайте опять же возьмем стандарт. Короче, дальше начинается просто балабочство по теме черной дыры. Ролику название не соответствует. Можно, конечно, и дальше там досматривать. Там будет притягивать за уши сову. Все, мы взяли, что черная дыра существует. Если в этом ролике что-то где-то все-таки есть, пожалуйста, ссылку на конкретную минуту дайте. Я не могу столько бреда зараза смотреть. Мне не хочется. Не хочется смотреть на габриэда. Смотреть на габриэда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА